Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 6 июля, день Агриппины, назван в честь святой мученицы Агриппины. Она украсила свою душу девственной чистотой и обручилась со Христом, за которого, не побоялась мучений, добровольно предала себя палачам. Тело ее было избито палками так сильно, что были перебиты кости, после чего ее обнажили и заключили в возилище. Но ангел Господень, невидимой рукой, разрешил ее от уз, подкрепил ее, и она снова, поправ всякое нечестие, в муках предала Богу дух свой. Старину этот день называли днем Аграфенной купальницы. А купальницы прозвали потому, что с этого дня народ начинал массово купаться в водоемах. Сегодня надо было обязательно попариться в бане, чтобы быть здоровым в течение года. Пол в банях устилали скошенной травой и парились свежими вениками. С этого дня заготовляли веники на весь год. Особенно ценились веники для бани, составленные из веток различных деревьев. Калины, рябины, березы, ольхи, черемухи, липы, ивы, смородины. Сегодня задабривали русалок и водяных. В этот день собирали целебные травы и растения, считая, что они сейчас обладают наибольшей целебной силой. За этим днем следовала ночь на Ивана Купалая. Она считалась мистической, потому что в это время был разгул нечистой силы. Вообще существовало много поверьев, связанных с праздником Ивана Купалы. Например, сегодня клали на порог дома крапиву, чертополох и зверобой для того, чтобы эти травы отпугнули нечистую силу. Верили, что именно сегодня ночью цветет папоротник. И если кто найдет его, тот будет счастлив всю жизнь. Также верили и в то, что цветок папоротника укажет, где зарыт клад. И если его найти, то можно отыскать и зарытый клад. Дети сегодня водили умываться к родникам на крепкое здоровье. Кроме того, прятали от нечисти скотину. Приметы. Соловей не поет сегодня, значит и очмень поспел. Если сегодня репу посеет, она обязательно уродится. Капустный сок можно пить с лимонным или гранатовым соком с медом, что делает его гораздо вкуснее. А вот наружно, в виде примочек, сок капустный эффективен при таких кожных заболеваниях, как экзема, псориат, неродермит. Его или свежие листья капусты можно прикладывать к вискам, затылку, лбу, при головной боли, ожогах, ушибах, подагрических болях или колотье в боку. Не рекомендуется его пить при высокой кислотности желудочного сока, симптомах при возбуждении жизненного принципа ветра, когда могут быть газы, вздутие кишечника или понос. В этом случае сок капусты противопоказан. Пятые лунные сутки. Сегодняшние лунные сутки облагораживают и возвышающие действуют на человека. Рекомендуется подумать о вечных ценностях, идеалах и отвлечься от суетных дел. Физическую нагрузку сегодня дайте умеренную. Важно прогнать кровь организму, прокачать лимфу. Энергетически сегодня активен желудок. Поэтому он переварит буквально все, что в него попадет. Но это не значит, что можно есть все подряд. Наоборот, побалуйте себя изысканной, но естественной пищей. Голодать или делать пищевую разгрузку сегодня не рекомендуется. Раз активен желудок, дайте ему работу. Предпочтение отдавайте растительной пище. А вот интимные отношения сегодня не подходят. Воздержитесь от них. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok